Глаза зеркала души. Тени нужно уметь правильно наносить. И как их правильно наносить, сейчас я вам нарисую сначала на доске. Я нарисовала правильной формы глаз, но я вам покажу сейчас, каким образом делается коррекция. Значит, если бывает так, что глаз вот такой. Бывают такие глаза? Да. Ну, я так образовываю. Бывают, у которых уголок опущен. Бывают, ну вот, например, здесь больше, а здесь поменьше. Бывают? Бывают. Бывают вот такие, что здесь мало, а вот здесь вот наоборот много. Бывают. В общем, формы у глаза разные. Нужно привести его к идеальной форме, миндалевидной. Для этого нужно обязательно смотреть у нас по направляющим линиям. То есть у нас есть нижняя направляющая линия. И если вы рисуете стрелки, то стрелки нужно рисовать, нижние, да, вот этим карандашиком подводите глаза, то их нужно рисовать строго, продолжая линию вверх. Просто вверх вот так вот поднимаете. Теперь смотрите дальше. Мы должны выровнять сейчас глаз. Мы проводим прямую линию. И вот она у нас пересекается с нашей линией, которой мы поднимали нижнее веко. И у нас еще есть одна складка. Значит, соответственно, мы берем и проводим точно так же прямую линию от верхней, самой высокой точки вот этих двух складок. Теперь смотрите, что происходит. Что у нас получилось? Как геометрическая фигура? Треугольник. И теперь смотрите, вот эту зону обычно, если вы хотите использовать темный цвет, мы ее затушевываем более темным оттенком. Получается вот такой, знаете, треугольник. А вот эта зона у нас идет растушевки. То есть в этой зоне вот мы уже делаем плавный переход от вот этой зоны к этой. Ну а с нижней линии у нас все остается, когда стрелки рисуете, вот берем отсюда, например, и выводим стрелку вот сюда в уголок уже. Я беру для век обычно нейтральные тени. Вот мы берем бежевые и вот такой теплый, вот такой теплый зеленый. Потому что теплый оттенок кожи, теплый оттенок волос. Основу мы берем бежевую. Я очень люблю вот эти жемчужные тени. Просто их обожаю. Они дают, вот они, видите, вроде коричневые такие, да? Но они дают очень красивый, легкий такой перламутровый жемчужный оттенок. То есть мы тени наносим до верхней, до брови полностью я наношу, на подвижное веко. Видите, они очень легкие по своей текстуре. И еще у Кати есть особенность, как он и у меня тоже. У нее есть выступающая вот эта косточка. Вот у меня она тоже есть. Мне все время ее приходится скрывать. Потому что у меня с возрастом она стала еще и опускаться. Ну, не косточка сама, конечно, кожа. Так. Вот таким образом мы глаза ее сейчас просто сделали основу. Теперь мы с вами по тому принципу, который мы только что просмотрели, будем рисовать ей вот этот самый уголок. Ну, давайте зеленый попробуем. Значит, и мы с вами сейчас будем наносить. Вот они очень легкие тени. Обратите внимание, когда вы будете рисовать вот этот уголок, важно очень при растушевке. При растушевке нужно кисть вообще вот такую использовать. Таким образом они растушевываются такими круговыми движениями обычно, да? Пока у нас красят глаза, я вам расскажу о туши, а потом о бровях. У нас есть очень классная тушь, мы сегодня ее будем наносить. То есть она идет с одной стороны без ворса практически, с другой стороны идет очень такие длинные ворсинки. Дает возможность она нанести и расчесать. Причем можно нанести несколько слоев, получится эффект накладных ресниц. То есть вот такой вот эффект дает эта тушь. Вот растушевали ей глаза, разные оттенки. Ну-ка, Катюш, за хрой, посмотрю. Зеленый, тут и сиреневый есть. Значит, но важно правило какое. Если вы делаете, например, ярко глаза, то губы должны быть спокойные, да? Карандаш. Вот я такой сделаю. Он и не зеленый, и не серый. Вот такой вот, вот такой оттеночек. Что сделаю? Начну не... Обычно вот если мы века возьмем, если вы хотите только оттенить контур, контур глаза, то нужно взять одну треть. А дальше вы уже потом растушевывать будете его. То есть я беру и вот такими маленькими штрижками вдоль прямо линии роста ресниц. И помните, да, что нужно поднимать вверх. И снизу, Катюш, вверх посмотри. То же самое, одну треть. Одну треть. И вверх, 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 смотри. Можно продолжить. Если мы будем продолжать, вспомните про этот уголок, да? Потом мы его можем растушевать, вот этот карандашик. И у нас получится... Так, вот смотрите. Вот я прям карандашом, видно нарисовано, да? Теперь мы берем линию. Катя, глаз открой, смотри, прямо. Прямо. Теперь мы берем линию. Вот она, видите, складка идет. Наша задача, вот из этой складки... Вот он уголок получается. Видите, какой? Вот в идеале, если бы мы говорили о растушевке, то мы должны вот эту стрелку вывести вот сюда. Которая... Закрой глаз. Вот сюда мы ее выводим. Так, и... Вот таким образом. Прямо карандашом. Можно сделать акцент, растушевав. Вот этот именно уголок. И вот это все очень тщательно нужно растушевать. Помните, да, зона растушевки какая идет? По тушам я вам рассказала. И скажу только, как пользоваться правильно тушью. Многие думают, что они знают. Но на самом деле... Значит, что важно? Когда вы тушь открываете, вам нужно ее набрать на кисть. У нас как некоторые открывают тушь? Вот так, да? Значит, важно вот таким образом вы открываете тушь. То есть вы или тюбик накручиваете на кисточку, да, вытаскиваете, или вы кисточкой тушь со стенок собираете все. И когда у вас вы вытаскиваете, у вас ровно столько туши, сколько надо. Многие говорят, тушь ничего не красится, потому что она жидкая. Жидкая. На самом деле, если тушь жидкая, значит, она очень свежая. Что нужно сделать? На ночь открыть тюбик. Но не на дольше, а то засохнет. Открыть тюбик. Спирт, из которого состоит тушь. Есть туши спирта содержащие, есть туши на водной основе. На водной основе обычно для чувствительных глаз делают. В Reflame на водной основе нет вроде туши. Раньше была одна для чувствительных глаз, так и называлась. Сейчас нету. Поэтому вы можете, значит, тушь, используя, чуть-чуть ее приоткрыть, вот таким образом, и положить на ночь. Ну, не плотно прикрывая крышечку. Значит, если она очень густая, а вам срочно надо, вы не знаете, куда бежать, у вас есть у всех тоники. То есть можно капнуть тоником в тушь, каплю. Но это не значит, что вы в неделю будете тоником туда капать. На самом деле тушь вообще при открытом состоянии, сколько может использоваться, если она открыта? Три месяца. После трех месяцев надо менять. Ну что ж, вот смотрите. Теперь уже более заметно, да? Значит, что сделала Лена? Мы прорисовали уголок, и Лена очень хорошо растушевала. Вот в этом вся фишка. Еще перекрывать меня. Да. Не, как сказать, не отчаясь в карандаш. Понятно, да? Потому что если мы... Я нарисовала специально ярко, чтобы вы видели принцип, да, по какому принципу рисуется. Но очень тщательно растушевка, это залог вообще успеха именно вот в нанесении теней. И теперь смотрите, у нее есть выступающие части глаза. Помните, мы с вами говорили об этом? На эту часть обычно наносятся белые тени. Сейчас я найду, которые я использую, матовые, белые. Вот здесь были. Вот у меня осталась тут немножко. Вот такие матовые, белые тени. Значит, я беру, наношу на кисть. Не начиная от, где выступает эта точечка. Видите, у него первая вот идет здесь выступающая часть. Просто вот таким образом сверху аккуратно очень наношу вот этот светлый оттенок. Для того, чтобы немножко туда вот убрать вот эту вот наступающую часть. Мы сейчас еще потушуем немножко. Посмотрели. Надо растушевать. Теперь брови. Брови вообще есть очень классные такие корректоры. Можете в магазинах такие искать, да. Ну, вариклэм они есть. Мне очень не нравится. Три цвета. Темный, средний. Ну, такой. Это для блондинок, это для брюнеток. А это воск, который закрепляет рост ресниц. И есть очень классная кисточка. Вот такая, видите, со скошенным концом. Который очень хорошо прорисовывает тени. Мы возьмем светлый оттенок. Для Кати. Потому что она русый. У нас имеет оттенок волос. Как правильно рисуется бровь? Бровь делится на три точки. Точка. Катюш, туда смотри. Значит, точка, где начинается, серединка и где заканчивается. Как же определить, правильно бровь или нет? Значит, мы берем любой карандашик или там кисточку, или просто воображаем линию, чертим. Значит, и через уголок носа и уголок глаза прокладываем линию, так называемую. Вот это у нас будет точка начала брови. Через уголок носа и внешний угол глаза линия, это будет окончание брови. Рисовать мы бровь начинаем от серединки. Как выяснить серединку? От носа через зрачок проводим линию и получается вот у нас точка, где бровь будет изгибаться. И мы как раз рисовать начинаем именно отсюда. Так, и вот отсюда, ребрышком кисточки, мы прорисовываем. Ну вот, давайте посмотрим. Вот я и прорисовала, немножко заехала, чуть-чуть, может, чуть-чуть, буквально миллиметр брать. То есть, чем нравится, что, видите, цвет, попали в цвет, попали, да? И теперь мы, вот, начало точно так же. И вот этот у нас изгиб. Мы берем, просто наносим воск. Ну вот этот набор, вообще у нас, девочки, все пищат, кто его там себе покупал. И просто вот так сверху, по линии роста, после того, как расчесали, вот таким образом бровь просто приглаживается воском. Вот так вот. Так, и этот тоже. Есть еще такой классный карандаш. Значит, для чего он нужен? Фишка. Фишка в чем этого карандаша? Он, посмотрите, он бежевого цвета. Он нужен для того, чтобы прокрасить вот эту вот сторону глаза. Таким образом, да, именно вот где выше линии роста ресниц. Таким образом, глаз становится более выразительным. То есть, этот карандаши вот эти специально... А? Зрительно увеличивается. Зрительно увеличивается. Совершенно верно. То есть, отодвигаете пальчиком, обязательно уголок. И глаз будет, вот смотрите, видите, совершенно другой вид стал. Заметно или нет? Заметно, да? Вот такая фишечка маленькая. А вот совершенно по-другому уже подает глаз. Ну и настала мне тушь. Значит, у нас есть вот такая вот еще штучка хорошая. Это завивалка для ресниц. Тут вот силиконовая есть насадка. Значит, реснички прижимаются. И буквально там секундочки, да, какие-то. И второй глаз точно так же прижимаются секундочки. Значит, для чего нужно? Еще обязательно, вот если вы пользуетесь завивалками... Да, пожалуйста. Если вы пользуетесь завивалками для ресниц, то самое важное, нельзя тушью и завивалками для ресниц пользоваться во влажных помещениях. Потому что если вы в ванной влажной будете пользоваться тушью, которая будет подкручивающей, у вас не будет эффекта. Они сразу упадут, ресницы. Обязательно только в сухом помещении. Вот эта фишка для нанесения туши и для завивки ресниц. Значит, вот этой стороной наносишь, а этой потом расчесываешься. Держи. Значит, почему еще резко тушь нельзя открывать? Потому что там спирт. И если вы резко откроете, то она быстро засохнет, если будете резко. Еще вот так вот, так она вообще очень быстро засохнет. Еще некоторые что делают с тушью? Они открывают, но начинают вот так вот. Есть такие среди вас? Можно не ватную палочку. А что случилось? Заехала уже, да? Это делала, да. Так, а вот смотрите, если вы заехали тушью куда-то, ватную палочку можно, да, значит, вы можете дать ей возможность подсохнуть и потом кисточкой аккуратно счистить. Потому что тушь – это полимер, и кисточкой вы можете аккуратно убрать, ну, кроме водостойкой. Водостойкой специальным средством нам берем. То есть дать засохнуть, и потом вот аккуратно, знаете, чтобы тени не попортить. И потом что происходит? Вы, когда начинаете ее закрывать, любая тушь должна закрываться до щелчка плотно. Значит, если у вас тут насохло уже, то у вас тушь неплотно закрывается, соответственно, она быстро высохнет. Теперь Катя наша закончила с глазами, да, акцент мы на глазах ей сделали, соответственно, губы будем делать неярко. До свидания.